Зебры есть в полоске, есть в молоке, члепите. На лбу, к ушам, на шею, на морде. Подвижные игры в садике деревни Мемдель пока дело привычки. Больше недели назад дети сменили дресс-код вместо курток, футболки, валенок, сандалики. Тепло. Что надеваешь? Шелки. Месяц назад мы ходили в куртках, в кофтах, в теплых одеждах, а сейчас мы ходим в футболках. В декабре и январе столбики термометра в помещениях дошкольного учреждения опустились до 11 градусов. Ветхие окна практически не держали тепло. Сотрудники утепляли их как могли. Тряпками, потом полиэтиленом, скотчем еще тряпку закрыли. Мы все сделали. Я больше ничего не могу сделать. После выхода нашего сюжета прокуратура Высокогорского района начала проверку. Вынесли предписание заменить окна. Их обновили. Услышали наши слова и ваши услышали слова в районе. Спасибо всем. Сейчас в спальной комнате по-настоящему светло. Если несколько недель назад окна были обтянуты полиэтиленом и одеялом, чтобы здесь хоть как-то было теплее, после замены окон помещение и так нагревается до 28 градусов. Обновление 18 окон из полкома Высокогорского района обошлось почти в 300 тысяч рублей. На очереди работа помасштабнее. Заменить окна самой школе. Постараемся в этом году внести его в ремонт в школу. Постараемся заменить трубы. Может на следующий год получится и заменить трубы и окна. 5 марта я должна предоставить в исполком все эти документы по отопительной системе и по этим окнам. Поэтому в школе тоже ждут температурных перемен, чтобы и ученики могли заниматься в комфорте. Альбина Менебайла, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Высокогорский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова